Здравствуйте, я Наталья Кечина и наш с проектом «Мы встретимся» сначала о том, как разошлись самые близкие друг к другу люди. Жизненный сценарий Виктора Михалёва начал развиваться не по самому лучшему образцу. В Сосибирск – семья, где трое сыновей, пьющий непутёвый отец, который однажды во время сцены ревности на глазах годовалого Вити зарезал его мать. А когда приехала скорая с полиции, с милицией, забрали меня одного только от мертвой матери, потому что женщина говорит, я зашла, там маленький ребёнок возле мертвой матери ползает и кушать хочет, и всё, и кричит, и радио на всю громкость включено. Но меня забрали, отвезли в больницу, нашли моих братьев, у бабушки и дедушки тоже забрали их, и отвезли тоже их в больницу. Но потом бабушка с дедушкой и матерью забрали моего брата, ему было три годика. Дед и бабушка увезли старшего брата в Брянскую область. За убийство отец получил срок. Младших мальчишек определили в интернате. Когда Виктор вырос, старшего брата отыскал. Но с течением времени тот перестал выходить на связь и снова пропал. Володя, брат, отзовись. Это я, Витя. Я тебя ищу, ищу, и буду искать. Пока ты не найдёшься, пока мы с тобой не встретимся. Отзовись, пожалуйста. Еще несколько историй. Посмотрите внимательно. Может быть, кто-то ищет вас. Я Мартин Василий Геннадьевич. Ищу свою родную сестру по отцу от его первого брака. Мартина Галина Геннадьевна. 1957 года рождения. Последний раз я её видел в 1986 или 1985 году, точно не помню. Она вышла замуж, сменила фамилию. Проживала со своей мамой Мартиной Клавдией Александровной. 26-го года рождения на улице Брянской. Адреса точного не знаю. Галина, если ты меня узнала и желаешь со мной встретиться, информацию можно взять в ТВК. Полная моя информация, адрес, телефон, всё и есть. Хотел бы увидеть, поговорить. Отец умер в 2003 году. Похоронили его. Мама моя ещё жива. Здравствуйте. Меня зовут Глухов Артём Александрович. 79-го года рождения. Я ищу своего брата, который был оставлен в период 1980-й по 1985-й год в роддоме города Снаборска. Брат, если ты меня видишь или слышишь, выйди на связь. Компания ТВК тебе в этом поможет. Я, Сенченко Тамара Ивановна, разыскиваю своего родственника, внука моей сестры, Касмина Ивана Сергеевича. 1990 года, 6 февраля. В 2012 году он уехал в Кемерово на заработки. Там он жил по улице Ленина, 12А. В 2013 году он звонил в августе. Разговаривал с матерью, с сестрой. И больше от него звонков не было. Ваня, если ты слышишь меня, тётю Тамару, с города Красноярска, пожалуйста, отзовись. Все переживает, особенно мама и бабушка. И любимая часть программы о встрече. Дорогой папа, я очень бы хотела познакомиться с тобой, встретиться и пообщаться. Такое странное ощущение, волнение. Ну, потому что человек всё равно ни разу никогда не знакомый, ни разу не видел, а всё равно пока ещё чужой человек. Поэтому так даже непонятные чувства пока. Ну, а страшно вдруг не скажут, что я не знаю. Страшно. Ну, потому что всё равно, конечно, если так, то и неприятно, и страшно. Может, и не разочарование, конечно, но всё равно так волнительно. Алло, здравствуйте, Андрей Васильевич. Это беспокоит Александра Соловьёва. Возможно, ваша дочь взрослая. В начале 80-х годов между родителями Александры вспыхнул бурный роман, который с пытанием времени, правда, не выдержал. Влюблённые решили расстаться, но тут мама поняла, что беременна. По её словам, она, невероятно гордая женщина, решила отказаться от всякой предлагаемой помощи отца. Так Саша и росла без папы, но мысли о нём её не покидали никогда. Вы не подумайте, да, я уже такой взрослый человек, у меня хорошая семья, всё хорошо, мне ничего не надо, просто хочется с вами познакомиться. Да, вы не подумайте обузой, бременем вам не буду. Просто, знаете, с 18 лет хотелось, знаете, как повзрослела, просто хотелось увидеть и познакомиться. Отец Александра теперь живёт в Шушенском. Известие о том, что его разыскивает родная дочь, которую он в жизни ни разу не видел, воспринял с радостью и достойно. В Красноярск он планировал приехать ещё в начале года, в том числе, чтобы познакомиться с дочерью, но неожиданно заболел, перенёс серьёзную операцию, теперь у него период восстановления. Но желание увидеться не пропало. Мы надеемся, что встречу отца с дочкой спустя 28 лет мы вам непременно покажем. Конечно, буду в Красноярске, нет? Да, да, да. Ну, сюда, 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 строительство будет. Ну, знал. Вы не довольны? Конечно. Я прям ещё... Ещё я так понимаю, что встреча впереди, это ещё волнительней будет, потому что так вот прям увидится, но уже прям такое ощущение... Ну, знаете, правильно, что к вам обратилась. Всё-таки бы, наверное, жалела, если бы не нашла. Может быть, если и не получится дальше общение, просто один раз встретимся, но зато хотя бы буду знать, что умеешь, что он жив, что всё хорошо. Спасибо вам большое, что помогли мне найти, потому что это была моя давняя мечта. Прям вот уже на протяжении 10 лет я прям постоянно грезила тем, чтобы найти. И наконец-то моя такая прям детская, можно сказать, мечта сбылась. Спасибо вам огромное. Я прям очень счастлива. Это был проект «Мы встретимся». Звоните нам по телефону 265-45-00, пишите на сайт vk6.ru, рассказывайте свои истории, и мы непременно встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok